Путинский повар Пригожин, вероятно, сильно защемил хвост кремлевским старцам из-за своего растущего влияния. Пригожин сейчас строит из себя Путина времен первых двух сроков, когда он скакал верхом с голым торсом и шалил с гимнастками. Тот Путин больше соответствовал чаяниям электората, чем нынешний ботоксный дед, который профукал СВО, а вместе с ней и запоребриковое будущее. А вот Пригожин сейчас и правильные речи говорит, и армию собственную имеет, и плевать, что он дважды отсидевший урка, который вербует из тюряги таких же, как он, урак. Народонаселение на Рашке схавает и это, что прекрасно понимают в Кремле, где, собственно, население и низвели до скотского состояния. Поэтому там решили приструнить офигевшего повара и создать ему в противовес новую группировку наемников. Чтобы проще было собирать в новую структуру сидельцев, а также поддеть самого Пригожина напоминание моего статусе, альтернативу вагнеровцам доверили собирать криминальному авторитету Армену Саркисяну с погонялом Горловский. В задачи товарища будет входить создание новой частной военной компании по типу группы Вагнера. Урка Саркисян – широко известный в узких кругах персонаж. Он весьма близок с семьей беглого Януковича и его подельника Юрой Янакиевским. Саркисян находится в розыске в Украине за убийство на Майдане, а с 24 февраля промышляет на временно оккупированных территориях, отжимая предприятия, вымогая деньги и пытая людей. Спонсором ЧВК Саркисян станет видный прокремлевский бизнесмен армянского пула Самвел Карапетян, владеющий крупным бизнесом в Армении, а также долями в крупных российских компаниях. Трудно сказать, насколько новая группа наемников будет успешной в военном плане. Скорее всего, немногим успешнее чмобиков. Но в новой Раисе будущего, там где банды малолеток гоняют от Питера до Владивостока, а народонаселение жарит крыс на валежники, лишней она точно не будет в контексте дерибана этого территориального образования. Сама Россия начала расползаться. При наличии армии, МВД и Росгвардии создали военизированную структуру, которая сильнее этих трех контор. Теперь структуры номер один испугались и создают дополнительную структуру номер два, которая должна нейтрализовать структуру первую. И то же с оружием, и то же с полномочиями. А там и Кадырка со своими вооруженными бригадами подтянется. Так всегда. Закрытая банка, полная пауков. Снаружи только шевеление какое-то невнятное заметно. Но приходит срок, пауков становится так много, что они не могут уже тихонько жрать друг дружку тихо и скрытно. Пригожин, Кадыров, Саркисян – это только те, которые на слуху. Это ж попкорна столько не съесть, чтобы посмотреть все серии этой чумовой черной комедии. В общем, еще одна армия бандитов, которая поделится с конкурентами тем, что останется от Рашки.